Отец Небесный, мы благодарим Тебя за драгоценные благословения, и сегодня мы верим, что в Твоем присутствии есть полнота радости, и в правой руке Твоей вечное наслаждение. Поэтому мы входим в Твои ворота с благодарением, входим в Твои дворы с молитвой, прости нам наши грехи и дай нам победу над каждым грехом. Приготовь нас духовно и на практике к последним дням земной истории, и добудем мы поощрять к приготовлению других к Твоему пришествию. Возроди и преобразуй нас. Мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствую вас. Добро пожаловать на эту программу исследования силы в ползень, понедельник, 13 апреля 2020. На ваш духовный оазис на пути перегрима в небеса. Мы получаем свежий хлеб из небесной пекарни. Мы получаем живую воду. Аминь, друзья. От того, кто называет себя источником воды. Я есть живая вода. Хорошо, друзья. Добро пожаловать всем и каждому на эту программу силы в ползень. Андрея, Патрик, Нордиа, Мэссю, Самара, Эндрюсон, Дона. Хорошо. Майкл, Леон, Кейн. Хорошо, друзья. Севин Соулс, Ричард, Джерид. Хорошо. Добро пожаловать всем и каждому. Я хочу начать с этого высказывания из свидетельства для проповедников страницы 114. Это очень важное и подходящее утверждение. Пожалуйста, друзья. Обратите внимание на него. Когда книги Даниила и Откровения будут лучше поняты, верующие приобретут совершенно иной духовный опыт. И мы, соответственно, будем изучать эти книги. Различные примеры. Принципы истины. Потому что по Божьей благодати мы не можем охватить все принципы сразу. Хорошо, друзья. Матфея 24 глава, Матфея 24 глава. Библия говорит нам в стихе 3. Ученики спрашивали Иисуса, какой признак Твоего пришествия и кончины века? Христос дал эти знамения. Посмотрите со мной на стих 15. Иисус говорит, «Поэтому, когда увидите мерзость запустения, о которой сказано через Даниила пророка, стоящую на святом месте, всякий, кто читает, пусть понимает». Хорошо, друзья. Приготовьте ваши ручки, те, кто на форуме. И снова я говорю, слава Богу, что вы пожертвовали времени для того, чтобы присоединиться к нам в прямом эфире. Аминь, друзья. А также те, кто присоединился к нам потом. Приготовьте ручки, запишите эти слова. «Мерзость, запустение». «Мерзость, запустение». А также запишите слово «стоящую». Стих 15. «Стоящую». Давайте проанализируем эти слова. Куда мы должны направиться? в книгу Даниила на основании слов Христа, Матфея 24 главы и стиха 15. Возьмите вашу симфонию, вашу полную библейскую симфонию, и посмотрите на слово «запустение». И посмотрите в книге Даниила текст, который упоминает это слово. «Запустение» есть Даниила, глава 8, и стих 13, идем туда. Библия говорит нам в Даниила, главе 8, и стихе 13, мы ищем с вами мерзость запустения. Основное слово «запустение», стих 13. «Тогда я услышал одного святого, говорящего, а другой святой сказал тому некому святому, который говорил, как долго будет это видение относительно ежедневной и преступления запустения». Не спрашивайте у меня о ежедневной сейчас, это не наша тема. Но мы видим словосочетание «преступление запустения», ключевое слово «запустение». Пастор, Матфея 24, глава стих 15, говорит «мерзость запустения». Даниила 8, глава стих 13, говорит «преступление запустения». Разве это одно и то же? Друзья, это одно и то же. Запишите слова «мерзость» и «преступление». Они используются как синонимы в писании. Идем со мной во второе Паралипоменон. Заложите книгу Даниила и откройте второе Паралипоменон, главу 36. И посмотрите со мной на стих 14. Библия говорит «Кроме того, все главные из священников и народ очень много преступали, наше слово, в соответствии со всеми мерзостями». Преступление – это мерзость. Кстати, мерзость значит то, что отвратительно. Мерзость значит грех. Преступление – беззаконие. Преступление – грех. Мерзость и преступление – это одно и то же. Мерзость запустения и преступление запустения. Понятно вам это, друзья? Пошли все свои аминь. Идем со мной в Даниила, глава 8, стих 13. Посмотрите на вопрос. Как долго будет это видение, пророчество, относительно ежедневной и преступления или мерзости запустения? Что они будут делать? Что будет делать преступление запустения, чтобы дать и святилище, и воинство на попрание ногами. Запишите эти слова. Хорошо. На попрание ногами. Преступление – мерзость запустения будет попирать ногами Божье святилище. Помните себе святилище и Божье воинство. Я вернусь к воинству завтра, по милости Божией. А сейчас слово «воинство» представляет Божью армию. Слово «воинство» представляет Божьих воинов. Я не буду сейчас раскрывать это. Вот наша тема. Преступление запустения будет подпирать ногами Божье святилище и Божье воинство. Хорошо, друзья. Вопрос задается «как долго?» Какой ответ? «Как долго?» Вот ответ. 42 пророческих месяца. Поймите себе ответ. 42 пророческих месяца. Это значит 1260 буквальных лет. «Как долго?» «Как долго?» «1260 лет». Какой текст это подтверждает, пастор? Закроем книгу Даниила и откроем Откровение 11 главу. Библия говорит нам в Откровении главе 11. И посмотрите со мной на стих 2 и стих 3. Стих 2 говорит «Но двор, который вне храма, храм, святилище, оставь и не измеряй его, ибо он дам язычникам». Подчеркните слово «язычникам». Язычникам – преступление запустения. Язычникам – мерзость запустения. «Дам язычникам, и святой город они будут попирать». Вы видите это, друзья? «Попирать» ногами. Глава 8 Даниила, стих 13. «Будут попирать». Как долго? 42 месяца. Стих 3 говорит нам, друзья, 1260 дней. День за год в пророчестве. Двигаемся дальше. Какая единица власти названа преступлением запустения? Мерзость запустения, которое будет попирать ногами, преследовать Божий народ, святилище и Божье воинство. 42 месяца. Ответ. Это папство. Идем в Откровение 13 главу. Стих 5. Вы найдете 42 месяца. Как долго? Это значит, преступление запустения. Есть папство. Мерзость запустения. Из Матфея 24 главы, стиха 15. Есть папство в последние дни. Идем к стиху 5. Эта власть совершает богохульство. Эта власть царствует 42 пророчествых месяца. В Библии 300 дней, один месяц. В Библии 42 умножить на 30, получается 1260 дней, день за год. 1260 лет. Богохульство – это когда человек претендует на звание Бога. Иоанна 10, 30-33. Богохульство – это человек, который заявляет, что может прощать грехи. Марка, глава 2, стихи с 5 по 7. Это папство. Это паписты. Это римский католицизм. Мерзость запустения. Однако, стих 10 говорит, «Эта власть была отведена в плен и потеряла свою власть». Стих 3 называет это «смертельной раной». Хорошо. 42 месяца пророчества составляет 1260 лет. С 538 года по 1798 год. «В 1798 году мерзость запустения получила свою смертельную рану». Христос говорит о последних днях в Матфея 24 главе, стихе 15. То есть, смертельная рана от 1798 года однажды будет исцелена. Именно об этом говорят стихи 3 и стих 4 в Откровении 13 главе. Она будет исцелена. Вот что значит «стоящая». А вот что значит «стоящая». Она будет исцелена. Я к этому еще вернусь. Я дам вам еще один принцип. Идем со мной в Даниила. Даниила, глава 8. Идем туда со мной. Библия говорит нам в стихе 13. «Преступление запустения будет подпирать ногами Божье святилище, Божье боинство, Божью армию, Божий народ. Ногами – значит изнурять». Посмотрите на главу 7. Как долго? Даниила, 7 глава. Идем к стиху 25. Как можно изнурять святых Всевышнего и изнурять воинство, попирая ногами, «если это понятно, пошли со своими». «Подпирать ногами – значит изнурять святых Всевышнего». И возмечтает изменить времена и Божьи законы, даже седьмой день в субботу. Затем сказано, «И они даны будут в руку Его до времени, времен и полувремени». Как долго? 1260 лет, друзья мои. Вам это понятно? Но Иисус сейчас говорит в Матфея 24 главе, стихе 15, Иисус говорит, что место запустения восстанет на основании книги Даниила. Хорошо. Мы должны взять слово «восстанет» и вернуться к книге Даниила и посмотреть, как Даниил объясняет его. Вы готовы к этому, друзья? Посмотрите, посмотрите сюда, в Даниила, главу 11. Посмотрите на стих 3. «Восстанет» значит, будет править. «Папство, мерзое запустение, получило смертельную рану в 1798 году». Иисус говорит, что он восстанет. Посмотрите на стих 3. «И восстанет царь могущественный» – Даниила 11, стих 3, «который будет править с великим владычеством и будет поступать по своей воле». Какое правление получило папство в период с 538 по 1798 год? Потому что, когда оно восстанет, ему будет возвращено то же самое правление. Какое правление? Это было мировое владычество. Помните себе. Это было мировое владычество. А также воскресный отдых, установленный законом, будет всемирным. Будет каким? Минутку. Всемирным? А что, если я покажу вам на основании текущих событий, что запрет на покупки по воскресеньям становится всемирным в борьбе с COVID-19? А что, если я покажу вам, что воскресный отдых, установленный законом, стал всеобщим в борьбе с COVID-19? Поверите ли вы пророчеством, что преступление запустения, мерзое запустение, собирается восстать? Откровение, глава 13, друзья. То, что мы видим, это прелюдия надвигающейся кибели. Это прелюдия надвигающегося разрушения. Воскресный закон перед нами. Откровение 13, глава. Какую власть она имеет? Стих 7, всемирную власть. Стих 8. «И будут поклоняться ему все, живущие на земле, чьи имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от основания мира». Итак, это значит, что поклонение папству – это воскресенье, установленное законом, которое стало всемирным. Кто его восстановит? Откровение 13, глава 7, 12-й, отступивший протестантизм именно в Америке, друзья. Идем к Матфею 24, главе. Подошли ли уже мы к этому? Посмотрите на экран, друзья мои. Последние новости. Посмотрите на это, друзья мои. О, возлюбленные, заголовок, апрель 11-й. «Каждый американский штат сейчас действует согласно постановлению о бедственном положении в условиях мировой пандемии COVID-19». Впервые в американской истории господин Трамп объявил о масштабной бедствии во всех 50 штатах сразу. Посмотрите на это, друзья. В апреле 2020-го ужасная торнадо на юге принесло катастрофический ущерб. Слова красным шрифтом. «Шесть. Было не менее шести погибших после того, как воскресенье разразилось это бедствие». В какой день эти бедствия? Воскресенье. Глубым шрифтом. Не так все хотят отмечать Пасху, воскресенье. Посмотрите на слова черным шрифтом. «Там, где были дома, их больше нет». Сказал Сэнфорд, описывая сообщение о повреждениях в крошечном населенном пункте гора Хариф. Те, кто на форуме, на основании Писания гора Хариф, синоним, какой другой горе? Горе Синай. Посмотрите на экран, друзья. На Пасху ожидается сильный шторм с градом размером в теннисный мяч из торнадо и угрожает 95 миллионам человек. Друзья, что произошло у горы Синай? Был ли град у горы Синай, землетрясение у горы Хариф? Что Бог показывает нам здесь, друзья мои? «И Библия говорит нам, что язва в Египте была градом». «И Библия говорит нам, что седьмая, последняя язва, откровение 16 глава, это град». Посмотрите на это, друзья мои. «Бедствие по воскресеньям. Великая борьба». Страница 574. Остановите видео и прочитайте эти страницы. «Тогда бедствия происходили по воскресеньям». И здесь об этом говорится, друзья. Обратите внимание, «Бедствия происходили в воскресенье в прошлые времена». Смотрите внимательно, друзья. «И это укрепило статус воскресенья». Они говорили, «Так как бедствия происходили в воскресенье, это показывало, что Бог говорит нам, что воскресенье должно свято соблюдаться по закону. Людей принуждали соблюдать воскресенье с гонениями». Великая борьба 579. Это страница, абзац 1. Красным хрифтом. Вновь мы услышим о том, что суды Божьи ожидают всех нарушителей воскресной субботы. Уже начали раздаваться подобные угрозы. Движение за обязательное соблюдение воскресного дня приобретает все более широкий характер. Собирается ли преступление, мерзость запустения восстать? Нарушение субботы вызвало цунами. Последние новости. Посмотрите сюда. Папа говорит «Я хочу, чтобы все уловили это слово». Это было сказано 12 апреля 2020. Папа предложил всеобщий базовый доход. Готовы ли к нему Соединенные Штаты? Прежде чем я прочитаю статью, несколько моментов из этой статьи. Всеобщий базовый доход, который Папа Франциск сейчас продвигает, приведет к всеобщему воскресному закону, воскресному отдыху, установленному законом. Не забудьте это. Всеобщий базовый доход приведет к всемирному воскресному закону, который начнет внедрять Америка, национальный воскресный закон. «Назад на экран, готовы ли к этому США?» Папа выступал в так называемое пасхальное воскресенье об идолопоклонстве деньгам, красным шрифтом, продвигая экологическое обращение, всеобщий базовый доход. И что Папа говорит, должно быть установлено в борьбе с изменениями климата и заботе об экологии в мире и климате, а также заботе о бедных, воскресный закон. Затем сказано, следите внимательно, давайте углубимся, в том же самом обращении от Папы о всеобщем базовом доходе, на какую энциклику Папа ссылался, и цитировал «Рерум Наваррум». Рерум Наваррум. Посмотрите внимательно. Марко Рубио продвигал капитализм общего блага, иезуитское учение об общем благе, капитализм общего блага, «Капитализм – американский принцип». Посмотрите сюда. Марко Рубио цитирует из «Рерум Наваррум». Четыре Папы продвигали принципы «Рерум Наваррум» – Лео XIII, Бенедикт XVI, Иоанн Павел II и Папа Франциск. В «Рерум Наваррум» что вы находите там? «Воскресный отдых, установленный законом». Остановите видео и прочитайте это, друзья. Если вы не можете выносить жару, выйдите из кухни, друзья. Вот «Рерум Наваррум», «Воскресный отдых, установленный законом». Посмотрите, это опять Марко Рубио. А это настоящая циклика «Рерум Наваррум». Какие два первых предложения из параграфа 40 и 41? Это воскресный отдых под защитой государства. Воскресный отдых, установленный законом. Друзья мои, я говорю вам, всеобщий базовый доход, готова ли Америка? Он приведет к всемирному воскресному закону. Если вам понятно, пошлите ваше имя, друзья. Позвольте я вам скажу кое-что, друзья. Это может быть не для всех, потому что некоторые из вас могут не выдержать истины, но для тех, кто может. Это свежая хлеб из небесной пекарни. Это живая вода, которая может утолить жажду на этом пути пилигримов. Двигаемся дальше. «Рерум Наваррум». Папа продолжает говорить. Параграф 57. «Воскресный отдых, установленный законом, совместно с всеобщим базовым доходом для бедных». И параграф 38. Они цитируют Томаса Аквината. Минутку. Кого они цитируют, католики, когда они говорят, «Католическое учение не всегда запрещает смертный приговор. Смертный приговор иногда поддерживает общее благо». Они ссылаются на Томаса Аквината. Последние новости. Мы в этом находимся, мои друзья. Посмотрите на это. И снова, если бы я сказал вам, что преступление и мерзость, запустение вот-вот останет, поверили ли вы мне, друзья? «Поверили ли вы словам Христа, что воскресенье станет всемирным?» Посмотрите на экран. Следите внимательно. «Все магазины», заголовок, «должны быть закрыты по воскресеньям, чтобы дать передышку от COVID-19». «Передышка» значит «отдых». «Да или нет?» Проводился опрос. Одно предложение, две строчки. «Многие продуктовые магазины закрываются на пасхальное воскресенье, чтобы дать работникам отдых». Один вопрос. «Должно это происходить каждое воскресенье?» И снова Откровение 13 глава. «Когда преступление, запустение, мерзость, запустение, Матфея 24 глава 15 текст восстанет, чтобы править, чтобы вернуть себе утраченное господство, поскольку воскресенье было всеобщим с 538 по 1798 год, соблюдение воскресного отдыха, установленного законом, запрет на покупки воскресенья должен стать всемирным. Законы в борьбе с COVID-19 реально говорят, что запрет покупать воскресенье стал всеобщим. Воскресный отдых, установленный законом, стал всеобщим. Это прелюдия к библейскому исполнению национального воскресного закона. Всемирного воскресного закона. Его еще нет, но мы приближаемся к пропасти этого зловещего климатического надвигающегося конца света, надвигающегося кризиса, надвигающегося конфликта. Если вам понятно, пошлите в ваши аминь, друзья. Однако люди по-прежнему скептически к этому относятся. По Божьей благодати я буду распространять истину, настоящую истину. Посмотрите на экран, 10 апреля 2020-го. Друзья, посмотрите, это происходит в Перу. В Перу. Запишите каждую страну. Сначала в Перу. В Перу. Мужчины могут выходить из своих домов по понедельникам, средам и пятницам. А в Панаме в те же дни женщины могут выходить. В этих странах никому не разрешено выходить по воскресеньям. Итак, что это за страны? Перу и Панама. Запишите эти два слова. Двигаемся дальше. Это американское посольство в Перу. Это президент Перу. Послушайте, что здесь сказано. Последнее предложение. По воскресеньям все бизнесы будут закрыты. А также будет полное ограничение на передвижение, за исключением случаев неотложной медицинской помощи. Да, друзья. Заметьте, за исключением случаев неотложной медицинской помощи будут закрыты по воскресеньям. Это напоминает то, что произошло в Белиз, Перу, Панаме. Белиз. Слушайте, друзья. Только если у вас случай неотложной медицинской помощи, вы можете выйти завтра. Вам это понятно, друзья? Я вчера об этом говорил в программе «Сила в полдень», поэтому я не буду всю эту запись включать. Слушайте еще раз. Воскресенье – особые дни в борьбе с COVID-19. Как вчера сказал премьер-министр, страна входит в чрезвычайное положение, начиная с 8 вечера сегодня, 11 апреля. Я хочу напомнить каждому, что по новым законам воскресенье будут особыми днями по ограничениям. Воскресенье – особые дни. Я не буду включать слишком много из этого. Мы двигаемся дальше. Вот слова премьер-министра Белиз, который заявил, что меры могут продлиться более 14 дней. Другими словами, сейчас пришло время сделать окончательный шаг, к которому мы приготовились. Поэтому, посоветовавшись с Национальным комитетом, я сообщаю, что начиная с завтрашнего дня в 8 вечера вся страна Белиз будет на карантине. Он будет сначала длиться 14 дней, но, конечно же, мы продлим его. Он может длиться сколько? Сначала 14 дней, но, возможно, он продлится. Друзья, а что, если Бог показывает нам что-то? Не если, а показывает нам кое-что. Что это может быть, если Он позволит некоторым ветрам быть отпущенными? Готов ли я? Идем, Матфея 24 главу. Что Иисус говорит, когда мы начнем видеть мерзезапустение, которое восстает? Об этом говорит стих 15, стих 16. Тогда пусть те, кто в Иудее, бегут в горы. Пусть тот, кто наверху дома, не спускается взять что-нибудь из дома своего. Другими словами, будьте готовы во всякое время. Некоторые говорят, а когда придет воскресный закон, сегодня благодаря политике с COVID, я могу еще задержаться. Об этом не говорит стих 16 и 17. Если вы наверху дома, будьте готовы, пока вы наверху дома, потому что кризис может ударить, пока вы будете наверху дома. Вы не сможете вернуться в дом, чтобы что-нибудь взять. Отдельные штаты сейчас закрываются. А что если люди живут в одном штате, и они говорят, что ж, когда будет установлен воскресный закон, я поеду туда, где я на самом деле хочу находиться. Но штаты говорят, в контексте с COVID-19, вы не можете пересечь границу штата. Вы будете на карантине, принуждаемый быть в изоляции 14 дней, но это может продлиться. Друзья, что еще я могу сказать? Посмотрите на стих 18. Если вы на поле, у вас не будет времени возвратиться и взять одежду. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. И снова, не действуйте порывисто, чтобы не наделать ошибок. Но и не медлите, пришло время. У нас есть Перу, Панама и где еще Белизь. Двигаемся дальше. Вернемся к Перу. Здесь сказано, в воскресенье ни у кого нет оправдания для выхода из дома. Воскресенье также запрещено выходить всем в Панаме. В воскресенье также запрещено. Посмотрите на это. Мы переходим к Латинской Америке и Карибскому региону. Одну минутку. Латинская Америка и Карибский регион. Сначала Каймановы острова. Слушайте, голубым шрифтом. Те, у кого фамилии с буквы А до К, только они могут ходить за покупками и передвигаться по понедельникам, средам и пятницам. Те, у кого фамилии от буквы Л до З, могут выходить за покупками и ездить по вторникам, четвергам и субботам, но никаких передвижений по воскресеньям. Это Каймановы острова, друзья. Это значит, что вы должны показать свое удостоверение Личности. Можете ли вы себе представить, что нам надо будет предоставлять наши документы, чтобы покупать или продавать? А что те, у кого нет этих документов? Нет удостоверения Личности. Кстати, каждое удостоверение Личности, о котором неизвестно, имеет ваш адрес. Ваш адрес. А что, если они впишут ваше имя в адрес, и они узнают, где вы проживали? О, друзья. Они узнают, где вы живете, где вы пребываете. Инквизиторы, как это было в прошлом, знали, где люди жили благодаря слежке. Разве это то, что проводится, это что, проводится перепись? О, друзья. Посмотрите, снова Каймановы острова. Воскресенье выделили под жесткий комендантский час. Это значит, никаких тренировок, никаких проездов голубым шрифтом, никаких прогулок вне дома или во дворе. Подумайте об этом. Посмотрите на это, красным шрифтом. Полиция может выписывать штрафы тем, кто делает покупки в супермаркете, не выделенный для этого день. Моя фамилия Энрикез. Это значит, что мой день для покупок какой на Кайманах? Это буквы с A по K. Это значит, какие дни на экран. Понедельники, среды и пятницы. А у тех, у кого фамилия с L по Z, нам надо научиться быть как муравьи. Притча 6, глава стих 8. Наступило такое время. И что говорит Великая Борьба, страница 607. Я тороплюсь. Страница 607. Многим людям будут угрожать и будут штрафовать и заключать в тюрьму. Мы видим прелюдию того, что приближается. Никаких вымыслов. И такой курс действий многие попытаются оправдать, но на основании пророчеств. Послушайте меня внимательно. Этот курс неблагоприятен для нашего благополучия и нашего спасения. Двигаемся дальше. Давайте посмотрим, что происходит в другой части земли. Затем вернемся назад. Посмотрите на это, друзья. Посмотрите внимательно. Это 11 апреля 2020. Это Албания. У нас уже было Перу, Панама, Белиз, Латинская Америка, Регион Карибский, Кайманово острова. Где Албания? Албания находится на юго-востоке Европы. Это правительство Албании. Красным шрифтом. По воскресеньям жители Албании запрещено выходить из дома совсем. Двигаемся дальше. Это Кипр. Где Кипр? Географически он относится к Азии. Красным шрифтом. По воскресеньям торговые точки будут закрыты. Вам понятно? Это 13 апреля 2020. В Гардиан тоже самая информация. На Кипре по воскресеньям делать покупки запрещено. Давайте перейдем теперь к Словении. Где Словения? Где Словения? Запрет на покупки, друзья мои, законом. Мерзое запустение восстает. Когда она восставала, то воскресенье было повсеместно. С 538 по 1798 год. Видим ли мы, что вот-вот произойдет? Однако Божий народ чувствует себя вольно на Сионе. Вы, проповедники, кричащие волки, идите спать. Мир и безопасность. Да запретит Господь. Посмотрите все, друзья мои. Где Греция? Где Греция? Запрет на покупки в Греции установлен законом. И это совсем недавно. 24 марта 2020, мои друзья. Греция. Вот так, друзья. Запрет на покупки по воскресеньям. И посмотрите, что они там разместили. Пасхальное воскресенье. Второе предложение. Пасхальное воскресенье. Какое-то число? 10 апреля 2020. Мир за запустение вот-вот восстанет. Давайте вернемся в Южную Америку. Пуэрто-Рико. Посмотрите на это, друзья. Пуэрто-Рико. Здесь несколько серьезных, неблагоприятных шагов. Все продуктовые магазины будут закрыты по воскресеньям. Последнее предложение. Если вы стоите, то лучше присядьте. И кроме того, будут ограничения движения, по каким дням машины могут ездить. Изменение климата. В зависимости от их номерных знаков. Это значит, что вы не сможете ни покупать, ни продавать. Позвольте мне сказать таким образом. Возможность покупать и продавать зависит от вашей фамилии. Пойметьте себе фамилию. Возможность покупать и продавать зависит от вашего пола. В одни дни мужчины могут ходить за покупками, другие женщины могут ходить за покупками. Или вас оштрафуют, или будут преследовать. Возможность покупать и продавать зависит от вашего номерного знака. Что здесь происходит, друзья? Что происходит? Фамилия, Номерной знак и ваш полк. Посмотрите сюда. Возможность покупать от вашей даты рождения. Куэрто-Рико. Правило устанавливает, что если номерной знак транспортного средства заканчивается на четное число, тогда вы можете ездить по понедельникам, средам и пятницам. Хорошо, друзья. Если номерной знак заканчивается нечетным числом, то вы можете ездить только по вторникам, четвергам и субботам. А как же тем, кто хочет поехать в церковь в субботу? Последнее предложение. Никакому транспортному средству не разрешено ездить по воскресеньям. Заметьте, друзья, не разрешено. Позвольте я скажу так. Возможность покупать и продавать также зависит от вашего здоровья. Фамилии, здоровье, фамилии, вашего номерного знака, вашего пола. Посмотрите на это, мои друзья. От вашей даты рождения. Перейдем к Нью-Йорку. В Северной Америке. Это Освегол. Нью-Йорк. Есть добровольное ограничение на поездки. У жителей, которые родились в нечетный год, вы можете ездить только по понедельникам, средам и пятницам. Если вы родились в год четный, тогда вы можете ездить по вторникам, четвергам и субботам. По воскресеньям никаких поездок. 11 апреля, 12 апреля, 2020. Это в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк. Возможность покупать и продавать зависит от вашей фамилии, вашего здоровья, номерного знака, вашего пола, вашей даты рождения. Вскоре у вас будет начертание зверя. Это составляет число 6. Фамилия, номерной знак, фош-пол, дата рождения, ваше здоровье и начертание зверя. Это 6. Обратите на это внимание. Это в Европе. Здесь сказано красным шрифтом. Не ослабляйте политику карантина в борьбе с COVID-19. Красным шрифтом. Нам нужно сократить движение и превратить все дни недели. Воскресенье. Мерзость. Вернемся к Матфею 24-й главе, друзья. Мерзость запустения вот-вот восстанет. Когда она встала с 538 по 1798 год, воскресенье, установленное законом, было повсеместным. Видим ли мы повсюду знамения конца? Друзья, я дам вам ободрение. Идем со мной к стиху 20-му. Матфея 24-й глава. Иисус говорит, «Чтите Мою субботу». Чтите Мою субботу. Чтите Мою субботу. Стих 22-й. Иисус говорит в стихе 22-м. «И если бы не сократились те дни, никакая плоть не спаслась бы, но ради избранных сократятся те дни». Почему? Стих 21. «Эти дни будут ужасными, мучительными днями, друзья мои, днями мщения. Напряженность этих дней повергнет людей в рыдание». Но Иисус говорит, «Я сокращу их». Вот оно обетование. Поскольку мы верим, что Он сократит дни кризиса в ближайшем будущем, когда воскресный закон будет установлен, мы также должны верить сегодня, когда мы проходим через ежедневные испытания, что Он даст нам силу претерпеть и сократить те конфликтные моменты. Если это понятно, пошлите свои аминь. Послушайте меня. Если вы проходите через кризис, не ропщите и не жалуйтесь. Это горькие кризисы сегодня, сейчас. Но есть горькая чаша. Если я ропщу, если вы ропщите и жалуетесь, тогда те дни не сократятся для вас. Вам придется пить еще из горькой чаши. Ранние произведения, страница 47. Вам придется пить еще из горькой чаши. Чем быстрее мы научимся использовать средства на нашем жизненном пути, а это молитва, выносливость от Бога, терпение от Бога, тем быстрее эта горькая чаша будет от нас удалена, потому что мы научились быть послушными и полагаться на Него верой. Вам это понятно? И используйте это средство с песнопением. И помните, нет креста, нет венца. Мы должны благодарить Бога за испытания и крест. Вам это понятно? Аминь. Вот вам домашнее задание. Ибо это относится к сокращению времени. Тогда очень скоро. Запишите, Исаия 51, глава стих 1 говорит, «Рука Божья не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать». Божья рука не сократилась, чтобы спасать. Скажите «Аминь», друзья мои. Верьте этому. Верьте этому. Он может спасти нас сейчас. Только доверяйте Ему. Только доверяйте Ему. Только доверяйте Ему сейчас. Он спасет нас. Он спасет нас. Он спасет нас сейчас. Это прекрасный гимн. Запишите еще раз Исаия 59, глава стихи 2 по 4. Это ваше домашнее задание. Посылайте ваши молитвенные просьбы, Отец Небесный. Мы благодарны за эту программу «Сила в полдень». Я верю, что мы были наделены силой. Спаси нас. Мы молим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Маранафа.